Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Когда писалось Евангелие, послание, то сельскохозяйственная тема была близка людям, они понимали аналогии. И здесь апостол приводит ту же самую аналогию. Он говорит, вы имеете много хорошего, вы имеете много доброго. Благодать Божия присутствует у вас в церкви, в вашей личной жизни. Переживайте о том, чтобы не лишиться этого. А лишиться этого можно через небольшой корень, горький корень. Здесь апостол отсылается к второзаконию, где написано, смотри, чтобы у тебя не было корня или растения, которое приносит яд. И здесь то же самое, друзья. Небольшой яд, небольшой корень, разрастаясь, увеличиваясь, давая плоды своей деятельности, он может лишить человека, лишить общества, христиан, церковь, он может лишить благодати. Друзья, и чтобы показать эту истину или рассмотреть эту истину более ярко, более ее посмотреть на конкретном одном примере, я хочу обратить внимание на одного человека из Ветхого Завета, его звали Амасия. Это человек, который был царем израильским. В 25 главе книги Паралипоминон описывается его история. И хотел бы посмотреть на этого человека, что же с ним произошло. 25 глава, 2 книга Паралипоминон. 1 и 2 стихи. 25 лет воцарился Амасия и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иогадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Друзья, Амасия был человеком хорошим. Здесь написано, что он делал угодное в очах Господа. Есть маленькое добавление – не от полного сердца. И вот как раз на это добавление хочу посмотреть, но посмотреть позже. А вначале хочу посмотреть на его добрые дела, на то, что он сделал хорошего. И хочу взять несколько примеров для нашей с вами жизни, чтобы нам посмотреть, вот что хорошего делал Амасия. Амасия написано, что он делал угодного в очах Господних. А что же угодного он делал? Давайте мы посмотрим на эту ситуацию, она будет очень интересна. Для меня лично было интересно, когда я изучал думы для подростков, для детей, для молодежи, это будет интересно. Итак, Амасия был царем Израиля. Мы знаем, что в то время уже существовало два царства еврейских. Это царство Израиля со столицей в городе Иерусалиме, и царство Иудейское со столицей в городе Самария, и царство Иудейское со столицей в городе Иерусалиме. Вот Амасия был царем Иудеи, то есть он был в Иерусалиме, царем в Иерусалиме, царство Иудейское. А царь Иас был царем в Самарии, это царство Израильское. Между этими двумя царствами были разные ситуации. Были периоды, когда они между собой очень дружили. Когда один царь говорил другому царю, твое сердце, как мое сердце, и твой народ, как мой народ. Были периоды, когда эти царства враждовали и шли войной друг на друга. И были периоды, когда эти два царства сохраняли нейтралитет. Они не воевали и не дружили. Как раз тот период, который мы сейчас читаем, это период Амасии, это период такого нейтралитета между царем Израильским и царем Иудейским. Друзья, царь Амасия пришел к власти в результате печальных событий. Его отца, которого тоже, кстати, звали Иас, и здесь важно не запутаться в Иасах. Иас, царь израильский, который был царем в Самаре, это один человек. А Иас, который был отцом Амасии, это другой человек. И этот Иас был убит в результате заговора. Это описывается в предыдущей главе. Его убили, и в результате убийства воцарился Амасия. И вот когда Амасия утвердился, он встал на трон, то про него написаны следующие слова. И это будет наш первый момент, первый принцип, положительный принцип, что сделал хорошего Амасия. Посмотрите на 4 стих. У вас очень удобно, что высвечивается, можно вместе наблюдать. Итак, 3-4 стихи, 25 главы 2 книги про Липоменон. «Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедовал Господь, говоря, не должны быть умершляемы отцы за детей, и дети не должны быть умершляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». Друзья, Амасия, когда стал сильным, решил казнить убийцевого отца. В то время это была абсолютно нормальная практика, око за око, зуб за зуб, закон действует. Но Амасия был свидетелем событий предыдущих царей, которые, когда мстили за убийство своих родственников, они мстили значительно больше, чем это позволял закон. Они убивали всех родственников, они часто убивали даже детей, и грудных детей, и их месть распространялась намного дальше, чем то, что должно было сделаться по закону. Амасия вырос в среде, был воспитан в такой ситуации, когда вот это было нормальной практикой. Более того, у Амасии были весьма веские причины действительно избавиться от этих людей. Не только от них, но от их потомства. Потому что это были люди могущественные, это люди, которые уже совершили заговор. И если ты убьешь только их, казнишь только их, осудишь только их, то их дети будут вечной оппозицией в твоей стране. Они всегда будут тебе противниками. Они никогда не встанут на твою сторону. Вполне логично избавиться от этого, знаете, ну, какого-то такого опасного гнезда, что ли, противников твоих. Но у Амасии было очень хорошее чувство, очень хорошее качество. Это качество, которое я хотел бы нам всем озвучить. Он умел, Амасия, сдерживать свои эмоции, свои чувства и свои желания и ограничивать их рамками священного писания. Посмотрите, написано, что он не убил, потому что так написано в священном писании. Еще раз, Амасия делал угодное в очах Господа. И первое качество, на которое я хотел обратить внимание, он умел сдерживать себя или мог содержать себя в рамках священного писания. Друзья, в нашей жизни очень часто мы подаемся эмоциям. Мы слышали проповедь брата о том, что не воздавайте злом за злом или ругательство на ругательство. Это вот рамки писания. Это писание Нового Завета. Мы живем в Новом Завете. Легко ли ограничивать себя рамками писания? Легко ли, когда нас ругают, благословлять? Можем ли мы держать себя в рамках священного писания, как держался я в рамках священного писания Амасия? Друзья, это очень сложно. Почему? Потому что наша природа такова, я эту мысль люблю повторять, она мне очень нравится, что каждый из нас себя считает исключением. Мы все согласны с правилами, и мы считаем, что правила это замечательно, особенно когда они действуют по отношению ко мне. Пожалуйста, меня не надо, мне не надо воздавать злом за зло, и когда я вас ругаю, пожалуйста, благословляйте меня. Это прекрасное правило, и я бы очень хотел, чтобы оно действовало во всем мире, но когда лично меня это касается, то я исключение. Друзья, мы все люди исключения. Тоже мне нравится один пример, я как-то с братьями ехал, молодыми братьями ехал в один город, эти братья бизнесмены, это братья такие крупные московские делатели бизнеса, у них хорошая машина. И вот мы едем, и они рассуждают о том, как все плохо в России, как у нас коррупция, как у нас правительство издают законы, которые нужны только для простых людей, а сами они не выполняют, до них законы не писаны. И как у нас плохо все, как у нас прогнила система, и в это время мы встречаем огромную пробку. Эти братья просто обгоняют эту пробку посплошной и переезжают впереди всех. Я говорю, братья, вы ничего не замечаете, никакой сложности у вас не возникает в голове, что вы только что рассуждали о том, как все плохо, как все прогнило в нашей стране, и тут же сами нарушаете все правила, и как бы ничего, нормально все? Они говорят, ну мы же спешим. Друзья, мы же спешим, но у нас есть повод нарушить правила, да, для всех правила должны быть, но мы-то спешим. Друзья, вот человек ощущает себя исключением, когда я ругаю своих детей за то, что и ругаю иногда бывает сильно, но я редко их ругаю, но когда ругаю, тогда уже все, что накопилось, вот, и я ругаю их сильно, и потом мне приходит в голову мысль, я помню, хорошо, этот момент, мне приходит в голову мысль, гнев человека не творит правды Божией. Друзья, эта мысль пришла, а какая другая мысль в голову приходит тут же? Это правильно, это хорошее правило, это замечательная мысль, прекрасный текст Священного Писания, но в данном конкретном случае лично у меня, лично мой гнев, конечно же, творит правду Божию, конечно же, именно я сейчас гневую совершенно справедливо, и мой гнев свят, и мой гнев творит самые лучшие чувства, которые только могут быть на свете. Друзья, вот так мы с себя думаем, мы всегда готовы применить правила кому-то другому, кроме себя самого. Мы начинаем Священное Писание, и мы думаем про себя, что мы люди хорошие. Вы знаете, у евреев есть такое поверье, что ли, такая традиция верить, что они считают, что там на входе в ад сидит Авраам. Почему? Зачем Авраам сидит на входе в ад? Но если вдруг какой-то еврей случайно пошел в ад вместо рая, то Авраам его вовремя заметит и направит в рай, потому что, ну ты же еврей, ты же Божий наоборот, ты не можешь быть в аду в принципе. Друзья, вот мы примерно так же себе думаем, мы думаем, мы начинаем Священное Писание, где написано, что если мы не простим нашим врагам, то и Бог нам не простит. Мы думаем, ну хороший текст, но вот у меня нет прощения к определенным людям, ну а Бог простит меня или нет, но мне кажется, что мне Бог на встрече, когда мы прием на небо, мне Бог скажет, ты знаешь, Денис, ты конечно много еще нарушал в Библии, там вот ты вообще недостойный, но так и быть проходи, ладно уж. Как в одной книге написано, что на входе сидел строгий охранник и у всех спрашивал про пуска, а у кого не было, пускал и так. Друзья, то есть нам иногда кажется, что вот так вот действует Священное Писание, у всех строго-строго, но нет так нет, мы люди исключения, к нам будет снисхождение, но мы же хорошие люди. Друзья, вот у Аммаси, у него было хорошее качество, у него было хорошее качество, он себя не считал исключением. Раз написано, нельзя, значит нельзя. Мы с вами, с молодежью точнее здесь на семинаре говорим о вере, и мы говорим о том, что вера, основанная на Божьем откровении, есть реализация этого откровения в действии. То есть вера это не просто некое убеждение, вера это не просто некая мысль, это не просто декларация какой-то позиции. Я не просто верю в то, что нельзя нарушать Слово Божие, я изо всех сил стараюсь так делать. Это и есть моя вера. Моя вера проявляется в конкретном поступке. Аммаси верил в Слово Божьему, он верил, что Моисей написал, и он так и сделал. Хотя у него были все поводы поступить иначе. У него была сила, у него была опасность, у него были примеры плохие перед очами своими, но у него была вера в Слово Божие, и он поступил правильно. Итак, друзья, первое положительное качество Аммаси заключается в том, что он умел контролировать себя, он умел ограничивать себя рамками Священного Писания, не считая себя исключением. Второе, друзья, пятый стих. «И собрал Аммаси иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяч начальников и стоначальников, всех иудеев и венеминян. И пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И нанял еще из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра». Братья и сестры, маленький экскурс в историю. Дело в том, что Аммасия принял царство в очень плачевном состоянии. Его отец в конце жизни достаточно плохо себя ввел, и царство пришло в упадок, и у него не было ни хорошей экономики, ни хороших каких-то внешних торговых отношений. У него также были большие проблемы с армией. То есть эта страна не имела нормальной регулярной армии. И теперь приходит такая проблема, что соседи этой маленькой иудеи, соседи вот этой страны, которая была ослаблена внутренними проблемами, эта страна была ослаблена гражданской войной, которая случилась на фоне убийства Иаса. И вот эти соседи, и один из этих соседей, это были потомки Исава, это были жители Сеира и Думияния. Они решили воспользоваться этой слабой ситуацией в иудеи, и решили себе забрать несколько кусочков. Они решили пойти войной на иудею, и Думияни идут войной на иудею, чтобы завоевать себе несколько городов. Амасия хочет пойти войной против Идумиян, отразить атаку, но у него нет для этого армии. Регулярной армии нет. Он собирает армию со всех мест, он собирает по поколениям, собирает по семействам, по родам, находит 300 тысяч человек. Но, казалось бы, 300 тысяч человек – это большая армия, но эта армия – такое народное ополчение. Я когда читал, когда один из царей российских, по-моему, в войне со Швецией, если не ошибаюсь, он тоже такой призыв по России распространил, чтобы с каждой деревни, с каждых десяти христианин, один христианин пришел на сборы, пришел со своим оружием, со своей лошадью, со своим обмундированием. То историк описывает вот это сборище людей. Кто с колиями, кто с вилами, кто с топором, кто с каким-то, не знаю, с удочкой какой-то, то еще кто-нибудь. Что не жалко, и даже если ты топор берешь, то топор берешь не самый лучший, самый лучший ты оставляешь на хозяйстве. У кого кобыла, которая еще пару дней испустит дух, у кого вообще ничего нет, кто в лаптях, кто просто в каких-то перевязанных тряпках и так далее. Вот такая армия, она большая, со всей России соброс огромное количество людей, но вот такая армия, примерно так и здесь. Соброс такое ополчение, и Амазь, я посмотрел на это ополчение, разделил их на ряды, на армии, на отряды разделил, на полки, поставил под власть тысяч начальников, начальников, все это распределил. Друзья, но они воевать-то не могут. И тогда он принимает решение воспользоваться тем, что у них с царем Иасом, с царем израильским, вот с этим другим еврейским царством, в нем хорошее отношение, нормальное отношение, нейтралитет. И он посылает к нему гонцов и говорит, а можно я у тебя займу войско, куплю у тебя солдат, у тебя хорошая армия. Тот говорит, без проблем, 100 талантов серебра и 100 тысяч человек твоих. 100 тысяч тех людей профессиональной армии намного лучше, чем 300 тысяч этой армии. И Амасия собирает 100 талантов, для них это были большие деньги, он, в общем-то, неплохо почистил бюджет, взял почти все деньги, отдает царю израильскому, получает 100 тысяч профессиональной армии, таких спецназ, приходит израильский спецназ, приходит в Иудею. И вот теперь большая армия, 300 тысяч ополченцев с колями и вилами и 100 тысяч профессионального спецназа, готов воевать с иудумиянами, готов отразить атаку иудумиян. Но тут момент такой, подходит к нему пророк, мы читаем с вами дальше, 7 стих. «Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема». И Амасия получает от Божьего пророка, а мы знаем, что Амасия уважает Божье слово, мы сказали, что он Моисея послушался, и он держался в рамках, и вдруг пророк говорит, Амасия, Бог говорит, не надо тебе брать этих людей, зачем ты их нанял? Это люди, с которыми Бога нет, они профессиональные воины, они действительно спецназ, но они без Бога, они тебе не нужны, Бог тебе даст победу без них. Друзья, и Амасия изначались переживания, серьезные переживания. Первое, как я буду воевать без хорошего войска? Второе, а деньги? Он так и задает вопрос, он говорит, а что мне делать с остальными талантами серебра, которые я отдал? Я уже заплатил, а пророк, где ты был раньше? Почему ты не сказал мне вчера об этом, когда еще не заплатил, когда еще не перевел эти деньги на счет царя израильского? Почему ты не сказал этого? Ну, он в тексте не упрекает, но я могу предположить, что такая мысль была. Но пророк пришел в то время, в которое пришел. И вот Амасии выбор, что сделать? У него страх, у него действительно большой страх перед войском и Думиян. Потом будет написано об этом, что он боялся. Он дерзнул, отважился пойти, и это слово говорит о том, что он боялся. И второй, он не хотел терять деньги. Расскажу пример, и хочу спросить вашего совета, особенно молодежи. Такая ситуация произошла с одним молодым братом. Он верующий христианин, молодой брат, лет 19. Ему его товарищ, неверующий, предложил одно дело. Говорит, есть хорошая машина, они живут на границе с Россией. То есть здесь Россия, граница и другая страна. Он говорит, мы переедем на ту сторону, там есть хорошая машина, очень дешево, просто за копейки отдают. Но все равно это дешево, ну, в смысле, для этой машины дешево, а для братьев это дорого, все равно машина больших денег стоит. Но это примерно в два раза дешевле, чем если бы покупать здесь. Мы перегоняем сюда, и мы продаем здесь за хорошие деньги, уже найдем покупателей, и мы заработаем. Но тот брат подумал, взвесил, действительно хорошая машина, действительно дешево, даже для мерок той страны. И он принимает решение, он берет деньги в кредит, или занимает у кого-то деньги, вкладывается, приезжают они в ту страну, покупают эту машину, и когда они ее купили, и когда они ее пытаются перевезти, оказывается, что эта машина не имеет нормальных документов, она то ли в угоне, то ли еще что-нибудь в этом плане, ее нельзя перевезти в Россию, они остаются с этой машины там. Там она никому не нужна, перевезти сюда ее не могут, что делать неизвестно. И этот неверующий товарищ говорит, слушай, давай сделаем так, есть люди, которые нам помогут перевезти ее нелегально, заплатим денежку, там путями кривыми, лесами, болотами перетащим, и здесь продадим. Этот брат верующий переживает и звонит своему товарищу, другу своему верующему христианину в церковь, откуда он приехал. Говорит, слушай, такая ситуация, что делать? И вот друг, такой же товарищ, как он, 19-летний христианин, член церкви, проповедник начинающий, говорит, слушай, очень плохо, что ты так поступил, ужасно, что ты так поступил. О чем думала твоя голова? Поругал его, а потом говорит, ну хорошо, ну раз уже такая ситуация, давай назначим с тобой пост, чтобы Бог закрыл глаза таможенникам, чтобы когда вы будете тащить эту машину через леса и поля, чтобы, значит, у тебя все получилось хорошо. Но ты мне обещай, когда ты ее перетащишь, я буду в посте за тебя, ты ее перетащишь, эту машину, продашь, раздашь долги и больше никогда в подобной ситуации вмешиваться не будешь. Хорошо тут, хорошо, все, буду с тобой поститься, все, лишь бы у меня выйти из этой ситуации. Но прежде чем он решил все это дело делать, он решил позвонить одному из старших братьев своей церкви, то ли своему отцу, то ли присвитеру церкви, я даже не помню. И объяснил ту же ситуацию и рассказал о плане, который предложил моего товарища. Тот говорит, нет, план не пойдет, поститься не надо, ничего не надо, возвращайся домой, без машины. Он говорит, а как деньги? Ну как деньги? Будешь отрабатывать, будешь тратить на работу, будешь работать, отработаешь, отдашь. Урок платный, мудрость, она сейчас не бесплатна, так что заплатил деньги, получишь урок. И у этого человека выбор, либо возложить упование на Господа, и это дело протянуть, такое нехорошее, либо послушаться служителя и потерять деньги. Конечно, друзья, он выбрал второй случай, второй мудрый человек, выбрал второй путь, вернулся домой, потерял сумму денег, отрабатывал сумму денег достаточно долго. Но я убежден в том, что он поступил правильно. Я хотел вашего мнения спросить и вашу помощь, но забыл об этом. Но надеюсь, что вы так же бы ответили, да, молодежь? Друзья, вот что хорошего в этой ситуации с этим молодым братом? Да, он совершил ошибку, ошибку мы все можем совершить, я не осуждаю его за ошибку. Друзья, я вспоминаю в своей жизни очень много ситуаций, когда я тоже совершал массу ошибок, и вы массу ошибок совершали. Это не так страшно, когда мы совершаем ошибки. Нас обличает пророк, нас обличает Слово Божие, нас обличает церковь. Страшно, когда мы реагируем неправильно на обличение. Ошибку совершили, но ее можно исправить. И Амасик говорит, а что мне делать теперь? У меня сто талантов пропадает. И пророк ему говорит, ничего страшного, Бог тебе позаботится, Бог даст другие. И Амасия слушается пророка, он отпускает этих людей. Он говорит, идите с миром, идите домой, не надо мне вашей помощи. Друзья, второе качество Амасии, чтобы угодить Богу, он был готов жертвовать деньгами, он был готов нести финансовые потери. Друзья, очень часто в нашей жизни мы не готовы нести финансовые потери, когда идет речь о Боге, когда речь идет о служении, когда речь идет о какой-то правде. Многие люди живут так, вот они, знаете, как говорят, что у нас есть принципы, но если эти принципы вам не нравятся, у нас есть другие принципы. То есть, когда касается речь какого-то финансового благополучия, то мои принципы уходят на задний план. Я, конечно, готов идти на собрание всегда, только тогда, когда нет хорошей работы. Я готов всегда быть честным, до момента, пока мне не предложат хорошую сделку. Тогда честность, мы о честности будем говорить в другой раз. Друзья, вот наш выбор между Богом и деньгами очень часто в спорную денег уходит, в каких-то мелочах, в каких-то мелочах. У Амасии ситуация была не мелочная, у него была очень крупная ситуация, но он был готов пожертвовать деньгами, лишиться этих денег, лишь бы не нарушить волю Божию. Друзья, хорошее качество Амасии – это второе качество Амасии. Третье качество Амасии. Посмотрите, 10 стих. «И отделил Ихамасия войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их, вот этого войска, на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева». Друзья, вы знаете, иногда читаешь про фанатов каких-нибудь футбольных команд, у которых были на стадионе, и их команда проиграла. И вот они идут, переворачивают машины по пути, бьют витрины, поджигают какие-то ларьки, и думаешь иногда, почему так делают. Вот они в гневе в таком уходят, потому что их команда проиграла. Вот эти люди, которых наняли, а потом им говорят, все, вы нам не нужны, идите домой. Они идут в гневе, там будет написано дальше, они там по дороге дома поразрушали, там города некоторые поразрушали по дороге. Ну, как фанаты футбольные, знаете, по дороге им что-то надо было пожечь. Кстати, вот интересно тоже, если бы меня взяли в армию и сказали, Денис, вот тебе деньги, но ты должен повоевать за Иудею против Идумиян, а потом бы сказали, Денис, извини, деньги остаются у тебя, но ты иди домой. Я бы только порадовался. Не надо ни страдать, ни рисковать жизнью, а деньги у тебя остались. Эти люди почему-то очень сильно разгневались. Возможно, это их самолюбие как-то задело, что сначала нас наняли, потом от нас отказались. Возможно, они рассчитывали на трофеи на войне, там, когда придем в Идумию, там у нас будет война, я что-то себе заберу. Возможно, еще что-то. Возможно, они боялись того, что их обесславят, они придут сейчас в Израиль, а им скажут, а, каковы вы, войска никому не нужны, там вас отправили, будут на ними смеяться. Вот они в гневе уходят. Третье, что я хотел сказать об Амасии. Амасия очень переживал об отношениях с царем Израильским Иоасом. Иудея была слабой страной к тому моменту. Израиль была сильной страной. У них был нейтралитет, и это Амасию очень устраивало. И вот своим поступком, что он отправляет армию, иудейскую, и израильскую армию обратно, он вполне мог потерять отношения с царем Израильским. То есть он рисковал тем, что он испортит отношения. Раз вот эти 100 тысяч воинов были в гневе, то, возможно, в гневе был бы и царь. Возможно, царь бы сказал, раз ты пренебрег моим войскам, раз ты считаешь, что со мной нет Бога, почему отправил войск моё? Да пророк сказал, что с вами Бога нет. С нами Бога нет. Обида. Друзья, у Амасии и так проблемы с окружающими странами, у него на носу война с судомиянами, а тут ещё портить отношения с царём Израильским, ну вообще никак не нужно было. Но опять-таки, друзья, Амасия, третье его хорошее качество, он ценит отношения с Богом выше отношений с людьми. Он не считает, что стоит ради отношений с людьми портить отношения с Богом. Если есть выбор, как наладить отношения либо с Богом, либо с людьми, он отношения выбирает с Богом. Итак, повторим, три качества Амасии, хороших качеств. Он делал угодное в очах Господа. Первое качество, он руководствовался Священным Писанием, ограничил свои эмоции, свои чувства, свои желания рамками Священного Писания. Второе, Амасия, это был человек, который готов был пожертвовать деньги, потерять деньги, если бы, лишь бы не нарушить волю Божию. Третье, он готов был пойти на конфронтацию с человеком, он готов был рискнуть отношениям с могущественным человеком, с влиятельным человеком, но лишь бы не испортить отношения с Богом. Прекрасный пример для всех нас, для молодежи, для подростков, для взрослых, для членов церкви, для всех людей прекрасный пример. На этом можно было бы закончить, если бы не одно но, очень печальное но, очень странное но. Когда я читал этот текст, когда готовился к проповеди, я вообще, когда готовился к проповеди, к этой, то я хотел, в принципе, на этом закончить. Прекрасный человек, замечательный человек, но привычка читать текст полностью, она заставила меня читать дальше. И дальше было очень интересное событие. Такое событие, друзья, которое, когда я его прочитал первый раз, я прочитал его 10 раз подряд. Мне показалось что-то не то, я как-то неправильно понял. Итак, еще раз, прекрасный человек, царь Амасия, любящий Бога, делающий угодно в очаг Господа, идет на войну с идумиянами. И идумияне побеждены. Бог дает великую победу, Бог дает поражение врагов, несмотря на то, что эти 300 тысяч ополченцев идут со своими копьями, без спецназа израильского, Бог дает победу. И дальше написаны такие слова. Давайте 13-14 стих. «Войско же, которое Амасия отослал обратно...» Нет, 13-14 стих. Давайте 14 сразу. «Амасия, придя после поражения идумиян, перенес богов, сынов Сеира, поставил их у себя богами, и перед ними кланялся, и им кадил». Друзья, маленькое легкое шоковое состояние, да, ведь? Только что этот человек, читаем, ради Бога, отказывается от своей мести, отказывается от денег, отказывается от отношений с царем израильским, да, и тут он видит каких-то богов, какие-то статуэтки, он видит какое-то ничтожество, приносит домой, начинает кадить этим богам, начинает этим богам служить, начинает им молиться. Ну что произошло? Причем, друзья, резкая перемена. Вы знаете, бывает, человек отступает от Бога, но мы видим этот путь отступления от Бога, мы видим, что сначала он там где-то стал плохо поступать, потом стал хуже поступать, потом он с кем-то завел знакомство, потом он стал меньше на собрания ходить, потом он стал там немножко допускать какие-то слова нечистые, какие-то нехорошие, и так дальше, и мы видим путь его, и мы говорим, осторожно человек, осторожно брат, сестра, ты идешь по пути отступления, а потом он отступает от Бога, его отлучают, И мы говорим, да, печально, но мы видели эту картину. Друзья, здесь ничего подобного. Идет человек вверх, служит Богу, ради Бога отказывается от себя, через него Бог дает великую победу, и вдруг раз, и дал поклонник. В одну секунду. Что произошло? Как это возможно, друзья? Когда я читаю этот случай, мне становится страшно. Ну, я сегодня проповедую в Барнауле, завтра мне скажут, что Денису тут поклонник? Ну, разве не хочется быть таким, друзья? Как это получилось у Амасии? Более того, к нему приходит пророк, тот самый пророк, который ему говорил, отпусти сто тысяч человек, потеряй сто талантов серебра. И Амасия говорит, хорошо, пророк, я сделаю это. А здесь приходит пророк и говорит, значит, зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки своей? 16 стих. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. Друзья, пророку, который раньше, неделю назад ему говорил о том, что отпустить, он которого слушался, и этому пророку этот человек тебе говорит, я тебя убью, если ты не перестанешь мне говорить. На что променяла Амасия бога и пророка? На какие-то статуэтки, на каких-то богов? Друзья, бывает так ситуация, что человек был верующим, но неожиданно стал неверующим, и кого он раньше слушал, родители, пресвятеров, там, слово Божие, сейчас ему это стало ненужным. Вот Амасия это стало ненужным. Он перестал слушаться пророка. Он даже угрожает ему убить его. Дальше, друзья, происходят еще более странные вещи. Ну, не то, что более странные вещи, но достаточно странные вещи. Амасия посоветовался и подумал, такие слова, я не буду уже читать за недостатком времени. Он говорит, я победил Идумиян, я молодец, у меня сильное войско, а почему бы мне не пойти войной против израильского царя? И он посылает гонцов к израильскому царю, говорит, израильский царь, Иас, выходи сражаться. Но Иас был человеком, видимо, благоразумным. Он говорит, друзья, я не цитирую дословно, но примерно такая мысль. Он говорит, Амасия, ты победил Идумиян, ты вообразил, что ты сильный, ты забыл, что тебе эту победу дал Бог, ты забыл, как ты у меня просил 100 тысяч человек, и что вот эти 100 тысяч человек ты оценивал сильнее, чем 300 тысяч своих. У тебя всего 300 тысяч. Всего 300 тысяч. Из этих 300 тысяч часть там пострадала в войне, осталось чуть меньше. Плюс вот эти 300 тысяч слабее, чем моих 100 тысяч. А у меня, кроме 100 тысяч, еще пару миллионов есть. И ты говоришь, что выходи на войну, ты что, совсем? Он так, Амасия говорит, и он такие слова, знаете, такие чисто наши пандемические. Сиди лучше себя дома, он говорит. Ну, прям как Галина говорит, сиди лучше дома. Никуда не иди. Друзья, у Амасии гордость затмевает глаза. Он выходит на войну. Нет, говорит, пойду на войну с тобой, хочу воевать. Он выходит на войну с Иасом, с вот этим ополченцем, выходит на войну с этой армией. Конечно, никаких шансов нет. Но ладно бы с ним Бог был хотя бы, ну, не то, что хотя бы, а Бог был с ним, он бы победил. Или хотя бы армия у него была хорошая, он бы мог бы там отражать. Но нет, ничего подобного нет. Друзья, он, конечно, проигрывает царь израильский Иас. Он заходит в столицу, в Иерусалим, разрушает стены, разрушает там часть домов, оставляет царя на месте, забирает только контрибуцию какую-то, забирает какие-то трофеи, оставляет царя на месте, уходит. И царь Иас, он, царь Амасия, прошу прощения, он последние свои жизни, дни проводит в очень печальном состоянии, в очень жалком состоянии. В конце концов его убивают, его же друзья. Вот такая трагедия жизни. Человек, еще раз скажу, яркий пример для нас с вами, пример верности и послушания. И вдруг этот человек теряет все, перестает слушать пророка, перестает слушать Бога, теряет понимание зависимости от Бога, теряет отношения с царем, с соседним, хотя вот до этого, когда он был верен Богу, он не потерял отношения с царем, перестал быть верен Богу, потерял отношения. Теряет царство, почти теряет царство, теряет здоровье, теряет имущество последнее, и в конце концов теряет жизнь. Вот так вот. Что произошло? Почему так случилось? Я уже сказал, что если виден путь отступления, вот виден путь отступления, друзья, то логично. Здесь пути отступления нет, ситуация очень печальная. Друзья, и ответ на этот вопрос лежит в начале моей проповеди. Вы помните, о чем я начал проповедь? С фермера и с послания к евреям, с корня. То есть, когда фермер сеял на поле свое хорошее зерно, то там, на этом поле, уже были семена плохого зерна, уже ядовитого сорняка, уже были семена. Он их не видел, он из-за них не переживал, он их не потравил перед тем, как сеять свое хорошее зерно. И вот эта маленькая семечка, на которую не можно не обратить внимания, оно начало расти. Оно росло, росло, незаметно, незначительно. Но в какой-то момент времени оно выросло. И тогда было поздно. И послание к евреям апостол предупреждает нас с вами о том, чтобы мы смотрели, чтобы какой корень не укоренился. Почему апостол Павел не пишет, смотрите, чтобы какая сосна не выросла в вашей церкви, или какой дуб не образовался в вашей церкви? Почему не об этом надо смотреть? Да потому что тогда уже будет поздно. А что мы сделаем с дубом или сосной? Смотрите, чтобы какой корень не укоренился. Потому что когда корень укоренится, он вырастет, и тогда вы ничего сделать-то не сможете. Уже будет поздно. Друзья, вот то же самое здесь. Он делал угодное в очах Господа. Но, второй стих, помните, но? Не от полного сердца. Друзья, давайте маленький примерчик еще, и будем заканчивать. Представьте себе стакан. Если в этом стакане налита воды чуть-чуть, вот маленькая, чуть-чуть воды налита. Можно ли сказать, что стакан неполный? Ну, никто так не говорит. Я говорю, братья и сестры, у меня стакан неполный, а там на донышке налита, да? Ну, так мы не говорим по-русски. Мы говорим, стакан пустой, там чуть-чуть налита. Если налита половина, мы говорим, стакан на половину наполненный. А вот если он налит полностью, но чуть-чуть не наполненный, вот чуть-чуть, мы говорим, что он неполный. То есть неполный мы говорим тогда, когда большая часть наполнена и маленькая часть не наполнена. Вот тогда мы говорим неполный. Когда написано, что опасия дел угодно, но не от полного сердца Это само выражение говорит о том, что его сердце было предано Богу на 95%, на 99% Мы видим, на какие жертвы шел Амасия Но его 1% не был предан Богу В его 1% сердца был какой-то корень, который был у него в сердце Этот корень, по описанию можно проследить, что за корень Нет времени просто, это у него с отцом связано и так далее Этот корень у него был, какой-то грех, какое-то побуждение, какое-то желание Он не был предан Господу полноте и не переживал об этом Знаете, как Амасия подумал? Он подумал, что вот эту проблему в моей жизни я оставлю на потом Она сейчас не так важна Сейчас она меня не беспокоит, я достаточно молод Я могу контролировать вот эту часть моего греховного сердца Вот это мой маленький грех, я могу его контролировать, он мне подвластен Я не буду пока с ним ничего делать, не буду его исповедовать, не буду с ним бороться Не буду за него жертвы приносить, не буду с Богом эту ситуацию решать Потому что мне сейчас некогда, у меня дела, у меня домияни, у меня израильтяне У меня войско, у меня тут деньги, я потом с этим разберусь Друзья, и вот эту неполноту своего сердца он оставил, думая, что она так и лежит там сама по себе Друзья, но грех, грех никогда не лежит сам по себе Он знаете, что делает? Он распространяется Он начинает заражать вокруг себя, как ржавчина, как яд, как какая-то зараза Он начинает поражать вокруг себя окружение Потихонечку, потихонечку, незаметно расширяет свое влияние, как закваска Он начинает квасить то, что вокруг него И потом в какой-то момент времени человек вдруг обнаруживает, что у него уже не 5%, не 1%, а 50% или 60% И в какой-то момент времени грех поднимает голову и говорит Все, я обрел такую власть, что теперь слушай меня И это для людей окружающих совершенно неочевидно, незаметно Это то, что росло в сердце человека Росло, росло, росло и потом выросло Рассказывают, как, например, бывают случаи, там, самолет разбился или еще что-нибудь Разные ситуации, что, там, человеческий фактор, там, пилот или еще что-то А бывает такая ситуация, что, вот, или, там, дом рухнул, например Бывают такие ситуации, когда в какой-то важной детали внутри возникает какой-то дефект, какое-то напряжение Какая-то усталость металла, вот там внутри При внешнем осмотре это незаметно Можно осмотреть детали, все нормально, но там внутри начинает расти проблема Когда она растет, растет, растет эта проблема Внешне все хорошо, а потом резко ломается, резко, не потихонечку Не с маленькой трещинки, ломается резко Друзья, и, казалось бы, внешне все удивляются Но человек знает, что в его сердце была эта проблема Друзья, Амасия – прекрасный пример жертвенности ради Бога Но он был поражен маленьким корнем Постаник евреям описываются прекрасные церкви, но у них была опасность поражения Написано, чтобы кто не лишился благодати Божьей Почему? Маленький корень, незаметная греховная наклонность может поразить в конечном итоге Друзья, наше время заканчивается, нам нужно помолиться Я хотел бы призвать своей проповедью нас к тому, чтобы нам проверить себя Проверить себя, да, в нашей жизни могут быть победы Как были победы у Амасии Через нас может действовать Бог, как действовал Бог через Амасию Мы действительно можем на высоту ставить священное писание, как ставил на высоту Амасия Мы можем действительно быть жертвенными, как жертвовала была Амасия Друзья, и все это доставляет огромную неприятность врагу душ человеческих Он не может смотреть на Амасию, на нас с вами, когда мы верно служим Богу И он через свои вот эти трещинки сердца, да, вот через неполноту нашего послушания Богу Он начинает действовать Вот все эти семена И если мы этими семенами не... смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился Смотрите за этим, будьте внимательны Друзья, обращайтесь вовремя к врачу, чтобы избавиться от того, что есть в вашем сердце Чтобы это не выросло и им не осквернились многие Друзья, как бы хотелось, чтобы как можно меньше христиан повторило путь Амасии Как бы хотелось, чтобы мы не только смотрели на благословения, которые мы имеем На плоды нашей жизни, которые мы имеем На то, что Бог через нас совершает, но смотрели на наше сердце, насколько оно вполне предано Богу И если оно не вполне предано Богу, друзья, давайте об этом переживать Пока не пришли страшные последствия Пока эта неполнота, она не развернулась Сейчас мы будем молиться, друзья И если вдруг у кого-то есть желание, молодежное общение идет, молодежный семинар Много молодежи Если у кого-то есть желание помолиться вслух, в молитве покаяния Вы можете это сделать, церковь, наверное, мы встанем все Или встанем на колени, как лучше Давайте мы встанем на колени, как обычно У кого есть желание помолиться, помолитесь А у кого есть желание покаяться, вы можете выйти вперед и покаяться Здесь, то есть мы не будем какую-то отдельную призывы делать Но если кто-то хочет покаяться, вы можете выходить вперед и покаяться А так, давайте, друзья, помолимся, аминь Продолжение следует...